И сына, и святаго Духа. Я, братья и сестры, сейчас на отпусте попытался хотя бы небольшую часть перечислить, вспомнить тех святых, память которых мы сегодня празднуем. Всех наших родных русских святых, всех российских святых. То, что я перечислил, заняло достаточно много времени, но это лишь малая часть тех наших родных российских святых, которые подвязались к подвиге постничества, которые были умучены, которые были святителями, которые еще каким-либо образом прославились перед Богом. Их, слава Тебе, Господи, великое множество. Их перечислять, одни имена займет, может быть, не один час. И мы в наше сложное нынешнее время также уповаем на них, как и молились мы об этом в конце нашей сегодняшней службы. Мы не одиноки. Мы в нашей стране, которую, если посмотреть историю России, всегда нет-нет, да кто-нибудь пытался побить, кто-нибудь пытался укусить, кто-нибудь пытался разодрать, окриветать и в конце концов стереть с лица земли. Ну вот, все равно, Русь называют святой. Святой, потому что мы знаем множество действительно стойких в вере людей. Те, которые, повторяю, прославились перед Богом, и которых мы прославляем, и которых мы должны быть достойны. Мы сейчас, живущие здесь, в это время, в эту эпоху, точно так же должны не подкачать то наследие, которое нам оставили они, наши русские святыни. Их великое множество. И нас с вами немало. Мы люди грешны. Но в наших силах от Ильиха отойти, в наших силах взяться, ухватиться за Бога и вытянуть как из себя, так и из свою страну, если мы ее любим. Я желаю всем нам уметь любить свою Родину, потому что, не научившись любить земное Отечество, вряд ли можно научиться любить и Отечество Небесное. Да поможет нам Господь в этой нашей любви. Аминь.